что это за передача идеальный ремонт прошел к нашему шалашу нет нужно идти жить по-королевски абсолютно не интересует что вы здесь делаете у нас есть пистолет а что у нас с полами обалдеть я валидол не взял с собой да здравствует идеальный ремонт последние теплые дни осени это прекрасная возможность погулять по москве с нашей героиней замечательной русской певицы галина нинашевой которой мы как раз сейчас собираемся сделать идеальный ремонт куда пропала галина нинашева сама не знаю куда пропала как ей удалось пережить налет бандитов два месяца она лежала потому что у нее были сломаны ребра что она ответит на слухи о своем алкоголизме если бы я пила если вот вам то меня сегодня вообще здесь не было наша не нашего и и розовая гостиная смотрите прямо сейчас наташенька здравствуйте здравствуйте проходить здравствуйте я вас очень ждала волнуюсь очень все будет хорошо и мы знаем что вы хотите идеальный ремонт и я здесь и давайте посмотрим на ту комнату в которой надо что-то сделать пожалуйста в 90-е годы с экранов телевизоров пропали многие российские звезды так называемого второго эшелона ксения георгиади надежда чепрага анна вески алла ёшпы у них были тысячи поклонников и замечательные песни но эти исполнители внезапно замолчали судьба галины нинашевой в этом смысле типичная ее первая пластинка вышла еще в 1969 году галина Алексеевна много раз становилась лауреатом конкурса песни года но нельзя тебя я знаю не сломить не запугать ты мне родина родная больной волей дорога и вдруг таинственным образом карьера обрывалась сегодня мы решили сделать для галины нинашевой ремонт а заодно выяснить как жила на все эти годы почему так редко пела и как ей удалось вернуться на эстрад вот мы обидели это у меня одна из комнат самое важное вообще для меня потому что у меня много внуков трое семья у меня большая в этой комнате мы все и президента слушаем во время нового года и какие-то торжественные наши праздники мы все в этой комнате мне даже смотрите что я здесь уж так и прикрыла и все у меня здесь холодильник даже есть здесь конечно мебель это у меня где-то осталось от прошлое старой квартиры хотя это тоже не новое но все руки не доходили я все мечтала только о том чтобы когда смотрю ваша программа замечательная думаю мне было тоже в такой ремонт вы сделали такие профессионалы попробую галина алексеевна она появилась как-то внезапно так две-три песен он записал и вдруг выяснилось что такого голоса нет вообще ни у кого у нее тембрально у нее такой широкий диапазон что ну казалось бы радио радио там узенький вот она пробивала пробивала радио вот она сразу она стала популярной страна она не притворялась никогда вот она вот как как вот какая она была она у него не было образа она выходила всегда была в этом образе которого она выходила и действовала на публику это комната для меня очень важная а я хочу чтобы она была в современном стиле объясните мне что вы понимаете под современным стилем то есть что никаких украшений рюши плюши ничего все строго функционально примерно да да в общем да да без никакой громоздкой мебели нет уже да уже куда здесь если она был будет должна быть конечно желательно но хотелось бы чтобы она была прикрыта вот как будто бы ее нет ведь вот она длинная комната может быть ее как-то уменьшить за счет этого прикрыть вот какие-то шкафы были чтобы вот мне это бандуры не стояла здесь детали не поняла но общую общий посыл поняла чтобы мебель была на июне было видно по поводу холодильника давайте все таки холодильник из гостиной комнаты уберем ну как-то не почину вам это ваша гостиная вы известная известная певица нет давайте все убирайте чтобы было то что вот на все согласно уже согласно да галина алексеевна общую задачу я поняла а сейчас я хочу вместе с вами попробовать подвигать мебель в компьютерной программе чтобы мне по крайней мере намекнули где бы вам хотелось бы чтобы стоял диван и нам так легче будет потом делать дизайн эскиз попробуем давайте попробуем к старым вещам как к людям привыкаешь может ей какой-то дорог этот кресло это диван стул тумбочка это трудно выбрасывать до конца нельзя галина алексеевна вот примерно объем вашей комнаты даже кубатура как по себе видите вот в новом ремонте где должна стоять скажем мягкая мебель с правой стороны так диваны ну предположим возьмем не угловой диван на голову не нужно у меня уже был угловой предположим он будет зеленый вот у нас зеленый диван теперь мы можем его перетащить в любое место комнаты там где вам это нравится право вот сейчас у меня влево здесь я хочу нет вот сюда так нет да ну где-то в середине посередине хорошо вот сюда а прям над диваном бы данный диваном какая-то картиночка было напротив дивана телевизор над диваном какая-то картинка пока непонятно как надо да да ну давайте мы еще с архитектором покрутим порисуем попробуем так посмотрим правильное расстояние от окна или вреда подсобные бы помещение поскольку длинная обязательно обязательно вы сейчас поняли принцип по которым мы попробуем более-менее все расставить не волнуйтесь расслабьтесь ждите готового результата спасибо люди с возрастом очень тяжело расстаются с вещами потому что с каждой вещью на что-то какие-то воспоминания воспоминания нашей жизни но вы делаете очень правильно что вы именно даете новую жизнь новую жизнь нашим звездам который в свое время не думая себе подарили вам вашим мамам бабушкам дедушкам тоже надежды на лучше и так сегодня мы переделываем гостиную для галины ненашевой галина алексеевна хочет чтобы комната стала более современной наверное вы сами заметили что хозяйка гостиной выглядит прекрасно у нее модная прическа красивые украшения стильная одежда она совсем не похожа на забытую звезду так что мы будем делать действительно смелый ремонт в чем-то даже слишком смелый удивлять так удивлять начинаем демонтаж снимаем старый плинтус и обои на полу сейчас ламинат его тоже демонтируем и сейчас отправляемся в архитектурное бюро чтобы обсудить проект сережа я помню как вы прекрасно справились непростой задачей гостиная для детей подопечных марфа в районской обители и рада что вы снова в нашей команде вы конечно уже познакомились с объектом все знаете уже готовы показать проект да конечно с удовольствием это у нас гостиная комната она достаточно небольшая мы должны были ее квадратить для того чтобы получить пропорциональные соотношения чтобы визуально в общем-то эта комната смотрелась хорошо нормально вот и вы что-то сделали с порталом двери вот здесь да 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 то есть это самое подходящее место для платинового шкафа большого что это за интересные конструкции вот здесь вот справа да на этой стене это центральная наша композиция она будет сделана из стекла и еще система хранения небольшая совершенно верно и еще помимо к этому будет вешать телевизор здесь а почему такие цвета сиреневый розовый серый хотелось создать от интерьер с одной стороны нежный современный с элементами такой абстракции а давайте посмотрим еще какой пол вот здесь у вас пол типа орликин такой почти шахматная клетка из чего мы его делать будем это будет инженерная доска и раскладку который я применяю в этом помещении она будет в порядке фортепиано по косой по диагональ давайте еще быстро посмотрю проект по расстановке мебели ну да вот у нас как раз увеличивается вот этот вот портал за счет системы хранения да и двери у нас раздвижные это прекрасно я не уходят за шкаф получается шкаф работает как на мы очень экономим пространство если избавляемся от распашных дверей все верно знаете теперь я жду встречи с производителем мебели потому что вот эта система хранения это практически 1 4 часть комнаты она важна хорошо приводите обязательно да сегодня мы переделываем гостиную для певицы галины нинашеву она очень хочет чтобы ее комната стала современной модной и мы подготовили настоящий сюрприз сейчас заканчиваем шпатлевку стен и приступаем к покраске краски английские мы выбрали два цвета первый называется великий белый производитель утверждает что оттенок так назван потому что он очень красивый в нем присутствует сразу несколько колеровок есть даже черная придающая глубину и красная благодаря которой цвет становится теплым а теперь приготовьтесь это и есть наш сюрприз по замыслу дизайнера мы красим стену розовой краской называется цвет малиновые сливки и требует он огромной смелости но мы люди не робкого десятка так что впереди еще много необычного в комнате появится розовое стекло и даже голографические конфетти на стенах в общем скучно не будет пока идут черновые работы наташа борьбе продолжает свои прогулки по самым интересным местам москвы сегодня мы хотим рассказать вам об одной из самых знаковых точек москвы триумфальной площади вместе с большой историей и ко всему прочему эта площадь тесно связана с творческой биографией нашей героини правда гансина я просто я очень признательна что я сегодня нахожусь на этой площади то что за нами концертный зал зал чайковского это один из лучших залов один из любимых залов когда видишь эти афиши кто здесь выступает брала меня всегда гордость что я тоже здесь в этом зале все связано с этим концертным залом не чайковского в котором мы зайдем пойдемте пойдемте посмотрим по ней это здание эта площадь существует с конца 16 века по ней проходила дорога на тверь и новгород во времена петра первого появилась традиция украшать ее триумфальными арками в честь военных побед поэтому площадь триумфальная однако в двадцатом веке она стала ассоциироваться с изящными искусствами здесь появились театры цирк кинотеатр и мюзик-холл с которого булгаков писал свой знаменитый театр варьете в мастере и маргарите важнейшая достопримечательность триумфальной это конечно концертный зал имени чайковского он сыграл особенную роль в судьбе нашей сегодняшней героини я же начинала в оперном театре и вы знаете сколько мне сейчас вот здесь стоило пока мы шли поднимались по лестнице и я слышу музыку и вот эта музыка рассеребила мне сегодня вот эту мою душу я вспомнила свою молодость не прошло и 50 лет сейчас концертный зал имени чайковского это главная площадка московской филармонии ежегодно здесь проходит около 300 концертов в истории зала было много уникальных моментов например осенью 41 года концерт давали на крыше для зенитчиков и был концерт под землей на станции метро маяковская а начиналось все с театра буф миниатюр и сада аквариум весь 20 век триумфальная площадь это прежде всего по театральный выражаясь современным языком кластер и начинается театральная история здесь саду аквариум хотя были некие предпосылки и ранее ведь еще в начале 18 века на площади появилась триумфальная арка поставленная в честь нашей победы над швецией и каждый раз когда император со свитой проезжали сквозь нее это было своего рода театральное действие который реально собиралась посмотреть вся москва но основа эта история сыграла уже в конце 19 века в 1880 и годы на этом самом месте открывается сад с достаточно необычным для москвы названием чикаго 90-е годы здесь появляется один из наших главных героев французский предприниматель шарль амон как тогда говорили антрепренер выражаясь современным языком продюсер который арендует сад и устраивает в нем первый театр этого театра ему мало и вскоре на углу современной площади он выстроит уже большое здание которое по своему фасаду было уже такое же как нынешний концертный зал и ничековского театр шарля амона просуществовал недолго в 1907 году французский антрепренер разорился и сбежал на родину стал администратором кабаре мулен руш но его детищу была осуждена необычная и яркая судьба в 1 3 20 века на подмостки мировой культуры вышел русский авангард но уже после революции театр амона передали знаменитому авангардному режиссеру селду мир холду и он решил переделать его в не менее авангардном ключе новый театр должен был иметь форму огромного эллипса по центру которого размещалась бы сцена а зрительские места окружали бы ее ампитеатром при этом мир хоть хотел также видеть трансформируемое покрытие то есть оно могло бы открываться или закрываться вентиляцию в креслах и раздачу блюд для того чтобы делать огромные безантрактные спектакли а рядом с этим эллипсом должна была вырасти пластина как называл я мир хоть творческая башня где великие умы от театра размышляли бы на тем какую сторону реформировать когда отобрали театр умер холда так даже и начавшуюся уже стройку отобрали у первоначальных архитекторов михаила бархина известного театрального архитектора и передали дмитрию чучулина только закончив концертный зал он тут же примется за строительство гостинцы пекин и наконец как последняя жирная точка пятьдесят восьмом году оформит площадь и памятник маяковскому гостиной галины ненашевой мы начинаем укладку инженерной доски кладем по диагонали это визуально увеличивает помещение очередование цветов задает особый ритм при изготовлении такой доски используется много ручного труда только финишное покрытие занимает 6 недель это 23 технологических операций многие клиенты готовы ждать 5 месяцев чтобы получить эксклюзивный пол но порой случается что доска нужно немедленно поэтому ее поставщики разработали особую складскую программу куда включили самые востребованные цвета так что наш идеальный ремонт ждал всего несколько дней а цвета мы выбрали темный орех и снежный прохладный с яркими порами голос галины ненашевой хорошо знают даже те люди которые ее саму возможно и не вспомнят дело в том что галина алексеевна часто исполняла песни для кино визитной карточкой галины ненашевой стала песня белая лебедь из кинофильма русское поле снятого в 1971 году у этого фильма не очень справедливая судьба на наш взгляд его слишком строго судили в 90-е а фильм добротный интересный кстати по количеству зрителей он занимает 22 место за всю историю советского кинопроката и еще один факт его сегодняшний рейтинг на современных кино сайтах повыше чем у многих блокбастеров вот многие считают моей визитной карточкой эта песня белая лебедь из фильма русское поле и я записывала когда в студии эту песню я только потом узнала что этот фильм снимался моем родном чебаркуле галина ненашева родилась в архангельской области но концу великой отечественной ее семья переехала в чебаркуль здесь на урале она закончила школу и была принята в хор челябинского оперного театра здесь же вышла замуж за балетмейстера владимира колчанова первым мужем у меня был солист балета нашего челябинского оперного театра имени глинки так случилось я забеременела сына моего первого зовут леоник но прожили мы с ними недолго около трех лет получилось так что в один из отпусков в эти годы по семейному решили чтобы я поехала отдохнула после ребенок был на руках кормила и все это он меня не встретил и самое главное что мне не 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 высыл деньги которые мне не хватало нас на дорогу на обратный путь в общем с этого как-то и началось был серьезный разговор оказывается он подрабатывал когда уехала балетный класс вел в этом городе к нему конечно детишек много было желающих все она пианистка было вот и все и они там в общем сработались володя уехала в магадан на его место из москвы приехал с другой солист николай басин который ты знаешь там такой есть мужик какой мне мужик у меня сердце разрывалось там то что я я еще не отошла от этого это самое это как хули о чем ты говоришь как он рыжий такой еще мне рыжих не хватало там что-то такое и у нас вы знаете вот завязалась дружба встречи и вот володя не нашим очень быстро мне сделал предложение у меня от него замечательная девочка час уже двое внуков прожили они долго и счастливо и так получилось что мой папа усыновил моего брата когда было моему брату 4 года вот но к сожалению и брак продлился 10 лет и им суждено было расстаться потому что взаимоотношения отца с моим братом были довольно таки непростые потому что всегда присутствует ревность со стороны мальчиков тем более и мой брат испытывал как бы все равно на себе вот это вот не очень легкое отношение и они расстались то что мы расстались это я виновата да я виновата была и получилось так что я так чуть-чуть флифтовала тому кольским немножечко это и мне было так стыдно я от володи забеременела и вот когда там что-то вот вот произошло то у меня где-то на так на стороне но не было встреч близких но я володе сосуде сказал да это не твой ребенок потому что у нас мы что-то раз поссорились это я не знаю кто мне кажется что нас кто-то сглазил нас так завидовали ну уж меня не станет вот тогда ты погуляешь так я вот тебе хочу сказать слова-то его не оправдались вот его не стало мне никто не нужен многие удивляются действительно замечательно есть кандидатуры которые мне бы было и легче жить и и вообще было бы все иначе ну никого у моей мамы был брак после папы это брак был борисом багры чем он тогда работал у аллы пугачёвой барабанщиком они прожили пять лет ну я хочу сказать что они тоже расстались но все же моя мама помнит и любит и чтит моего папу который к сожалению ушел из жизни когда мне было 9 лет за мебелью решено обратиться к нашим давним партнерам детали мебели делают на формат на раскроечном станке затем торцы обрабатывают на другом станке кромочном многие фасады оформляют сложным рисунком для этого используются станки с числовым программным управлением сегодня генеральный директор компании приехал в архитектурное бюро чтобы обсудить с наташей борьбе все детали для галины мы хотим использовать глянцевые фасады выбрали серые цвета покажите мне какие цвета скорее всего какой-то вот такой бледный да да совершенно верно а какой к нему корреспондирующий розовый что касается розового оттенка я подобрал именно этот цвет это прям почти белый но с серым оттенком да 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 то есть совсем неуловимый такой оттенок прекрасно по цветам все хорошо из чего это будет сделано знаете это мдф это высококачественные материалы глянцевые и задача как раз их привлекать внимание и делать мебель интересной но также мы будем использовать в проекте и матовый цвет но у него совсем другая задача стать незаметно и раствориться в интерьере наташ глянцевой поверхности будем использовать на большом видимом шкафу а матовые поверхности мы будем использовать за партнерные шторы далее дополнительное место хранения и такой 6 будь небольшой узенький шкаф много не поместится поэтому будет каждый сантиметр реально будет незаметным хорошо у вас наш первый совместный опыт был прекрасным я думаю что и вот этот опыт для галина сынина чтобы тоже очень хороший спасибо мы продолжаем ремонт важную роль в этом проекте будет играть цвет подсветку мы предусмотрели для потолка стен и даже пола монтируем на потолке профиль с экраном он предназначен для установки гибкой светодиодной ленты экран профиля рассеивает свет и защищает ленту от повреждений сейчас заправляем светодиоды внутрь профиля а галина алексеевна откровенно отвечает на наши вопросы мой старший сын живет в америке уже 22 года он был женат здесь катенька молодые только окончил школу потом они разошлись и катенька его знакомит с американкой семья состоялась у них появился ребенок такой самостоятельный как будто бы уже катался и катался а это только начало все цветочки и годится впереди ну сейчас хорошо есть компьютер есть мы почти в неделю по несколько раз конечно видимся разговаривали у меня такое ощущение что и он у меня где-то здесь рядом со мной в общем все это я в курсе всех и и дел мамочка ты знаешь что твои песни здесь также хорошо помнят и очень любят я тебе говорил что моя компания в этом году открыла музыкальную работу лабораторию для детей в основном и мы тебе решили сделать свой подарок тамара так Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас монтируем теплый плинтус. Он электрический, а главное преимущество такой системы в том, что она может работать в межсезонье, когда центральное отопление еще не включено. В этом году, кстати, многие москвичи жаловались на холод в квартирах уже в сентябре, а с таким плинтусом не замерзнешь. В проекте для Галины Нинашевой мы использовали новинку – теплый плинтус с подсветкой, как бы парящей в воздухе. Он придает интерьеру особый шарм. С помощью специальных настройок можно сделать приглушенное освещение. Тем самым создается удивительно уютная атмосфера. Беседуя с Галиной Нинашевой мы не могли не затронуть и очень болезненную для нее тему 90-х годов. Тогда она востребованная и успешная певица внезапно стала никому не нужна. Почему это произошло? У композитора Людмилы Лядовой своя версия. В шоу-бизнесе не поют о России. Вот в этом-то все и дело. Поют о чем угодно, только не об этом. Ну, это не формат у нас. Не потому, что мы такие патриоты. Да, мы любим свою землю. Но в каждом концерте, например, Галя может одну песню о России начать, там, Левошова, там. В другой – Тухманова, правильно? Вот так. Это нужный багаж большой. А шум берез – это не о России? А шум берез – это замечательно. Впрочем, тогда, в 90-е, средства массовой информации пытались найти свои объяснения, почему с эстрады исчезли вчерашние любимцы. Писали, например, о том, что Галина Нинашева спилась, мол, поэтому и не поет больше. Она эти слухи опровергает. Сама не зная, куда пропала. Стали реже меня приглашать. Получилось так. Росконцерт расформировали. Денег не было у нас в артистах. Вот был какой-то слух, там, где-то пила, запила в какие-то… Это кощунство. У меня дети. Как я могу запить? Я вообще… И в то же время я… А в свое время, когда я по три концерта работала в день, какой запой? Если бы я пила, если бы запивала, то меня бы сегодня вообще здесь не было. В тяжелые 90-е годы ситуация была очень-очень сложная. Со слов артистов и артистов кино, театра. Многие садились за руль, таксовали. Многие челночники были, ездили в другие страны, покупали тряпки и продавали. Я даже знаю, что Галя сдавала свою одну комнату для того, чтобы выжить. Мы бедненькие все, как говорится, все, что в нашей жизни происходит. Но мы духовные люди, богатые. Ну и будем надеяться, что у нас у всех будет очень хорошо. Мы будем помогать, быть вместе. Да. Но настоящая криминальная драма в стиле 90-х в ее жизни произошла позже. В мае 2010 года в прессе появились жуткие фотографии Нинашевы после нападения на ее квартиру грабителей. Тогда ее не просто обокрали, но еще и избили. У меня есть квартира в Пятигорске. Мы сделали хороший ремонт. Еще с тем, что пока мы в Москве, думала, будем сдавать там квартиру. Я там находилась, я ждала клиентов. Это было семь лет тому назад. Приходит человек, который для кого-то выбирает. И ходит, что-то ходит. Мне это уже надоело. Думаю, что-то не то. Он меня ударил под дых. Ногой пнул. Как-то вскрутил, завалил, что я ничего не могла. И потащил меня, в общем, на диван. Завязал меня все. Чувствую, мне и воздуха не хватало, и ничего. И, в общем, деньги он стал спрашивать, просить. Меня единственное, что спасло, вместе лежала, значит, книжка моя, где денег не было. И билеты куплены. Я говорю, у меня нет денег. Нет, у тебя есть. Я вспомнила «Отче наш». И я вдруг встала про себя, про себя. Вдруг эту молитву, вдруг у меня пришло. Я один раз, второй, третий. Смотрю, в коридоре на адресолью стали там где-то лазить. И чего-то так он соскочит, говорит, пойдем. Быстро пойдем. Я не знаю, я не знаю, как я смогла развязать себя. Я сама потом не понимала, как я могла развязать. Было крепко. Вот как будто бы меня кто-то развязал. И я встала. Хорошо, у меня у соседки был ключ. И я позвонила, и она мне открыла. После этого меня отвезли, соседка отвезли меня в больницу. Я лежала в реанимации после этого. У меня было с сердцем плохо. И мне сказали, чтобы я это... Я поехала в Москву. Бабушка! Да мой дорогой душ! Высыпай! Сладкий! Ой! Ну-ка, а это кто идет? Давай, давай, давай. Это кто идет? Настена идет. Привет, мамочка. Привет, детка. Я вот... Давай. Привет, привет. Да ей бы рядом был бы какой-то человек. Она молодая, интересная женщина. Она не старуха. Не улетай, любовь, не улетай. Останься с нами, где-то по соседству. Не оставай любовь, не оставляй. Два веноги и разбили сердце. А мы продолжаем работы. Изюминкой этого интерьера станет необычная стеклянная мебель в форме расходящихся кругов. Она будет выполнена в розовых, белых и серых тонах. Чтобы поддержать узор на стеллаже, архитектор проекта Сергей Саргин решил сделать ручную роспись на стене. Для этого были заказаны трафареты. Сергей создает циркульные линии с помощью розовой краски. А Галина Нинашева тем временем решила пообщаться с сыном. Он живет в Америке, но Галина Алексеевна регулярно звонит ему по видеосвязи. Здравствуй, Леня, здравствуй. Алло, алло. Привет, дорогой. Привет, мамуль. Привет, Алёна. Как вы поживаете? Ну, слава богу, все замечательно, все хорошо. Не жалуемся. У нас такое торжество. Делают для мамы подарок. Решили вспомнить мне нашу Галину Алексеевну. И сделать такой подарок, что одна комната будет у нас совершенно новая. Не то, что ты видел. Первый канал – «Идеальный ремонт». Они все делают идеально, да. Мы очень часто смотрим русское телевидение. Нам эта программа нравится здесь. Я расцвела. У меня как-то поднялось и настроение, и давление нормализовалось. И, в общем, все болезни у меня прошли. Потому что сегодня тот день, когда мы даже не знаем, что там сделано. Надеюсь, что это все замечательно. Потому что такие люди вокруг, и мастера. Здорово. Да, это какое дело. А, молодцы. Начиная ремонт, мы не собирались менять окно. Но старые рамы все-таки плохо смотрятся в этом блестящем модном интерьере. Так что решено установить новый балконный блок. Глубина его профиля – 70 мм. Пакет двухкамерный, повышенной прозрачности. Разработан специально для климатических условий средней полосы. Летом он обеспечивает прохладу, зимой сохраняет тепло. Высота профильной конструкции уменьшенная. То есть рамы тоньше. Таким образом, в комнате будет больше света, чем раньше. Балконная конструкция дополнена утепленными сэндвич-откосами из ПВХ и усиленными подоконниками. И то, и другое выполнено в элегантном белом глянце. Фурнитура немецкая, премиум-класса. Слева от окна мы установим кондиционер, точнее, самую современную сплит-систему. А Галина Алексеевна согласилась раскрыть еще один секрет. В последнее время она стала снова много выступать. Часто бывают концерты. И всегда у Нинашевой очень интересные наряды. Где она их берет? Вообще, я очень люблю шить, если говорить откровенно. Но не всегда как-то... Я люблю, чтобы не отвлекаться. Уже когда шьешь, для меня ничего не существует. Я могу не есть, никуда меня не потащишь. А когда приостановишь это все дело и по новой что-то начинать, это все сложнее. Галя, она отличается от всех нас, знаете, чем? Она очень экстравагантная. Вы знаете, она одевается по-другому, не так, как мы. Галя приходит всегда в невероятно красивом наряде. Вообще, мне кажется, она и сама мастерица. Она сама может это все делать и придумывать какие-то... Если она купит какое-то простое платье, она из него сделает конфетку. Вот такая вот эта вот красота. Ну, там у меня еще получше есть. Ну, что я буду сейчас доставать все? Народ увидит, будет концерт, увидит. Это самое. Вот это пока вы меня застали при этой работе. Вот есть возможность похвастаться. А вообще, я шить очень люблю. Я и пальто шью, и все и на себя шью. Поэтому мне это как-то было и дешевле, и легче. В этом проблем у меня не было. Даже в то время, когда я была совсем молоденькой на эстраде. У нас с вещами, конечно, с концертами было тяжело. Хотя мне в свое время потом Зайцев несколько платьев шил, чем я благодарна ему. А в общем, выходило из положения, все шило своими руками. И ну, как будто бы зрителю моему нравилось. Я испытываю к ней такое удивительное ощущение. Знаете, вот радость и прикосновение к какой-то удивительной красоте. И фантастическую совершенно глаза у нее сказочную совершенно улыбку, божественную совершенно. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Устанавливаем раздвижные двери. Они сделаны в Великом Новгороде. Двери полностью выполнены из массива бука. Текстуры натурального дерева добавляет в интерьер изысканность. А лаконичные формы и прямые линии отсылают к итальянской классике. Стекла матовые с фацетом. Начинаем собирать мебель. Галина Нинашева попросила сделать ее незаметно. И, кажется, архитектору это удалось. С помощью шкафов мы обрамили входную дверь. Еще один шкаф будет спрятан за шторой. Всю мебель делали на заказ в Сходне из высококачественного ЛДСП и МДР. Покрытие глянцевое, блестящее. Это визуально увеличивает пространство. Дверцы тумбы открываются путем нажатия. А подвесная консольная система делает мебель легкой и ненавязчивой. Настенный пенал создает такой же парящий эффект. При этом вся мебель очень вместительная. Стеклянная стойка изготовлена по проекту архитектора. Она собрана методом склейки ультрафиолетом. Поэтому выдерживает большие нагрузки. Изображение нанесено ультрафиолетовой печатью. Мы завершаем работы в гостиной Галины Нинашевой. Для этого проекта архитектор предусмотрел сразу несколько видов штор. Рулонные, молочного цвета. Ткань с пылеотталкивающей пропиткой. Для портьера и тюля подобраны ткани серых оттенков с очень деликатным орнаментом. На розовой стене мы повесили осветленные влагостойкие зеркала. На польный торшер напоминает облако, светящееся изнутри. Сделан он в Португалии. Его ножка из массива дерева, покрытого черным лаком. Большой диван на прочном металлическом каркасе с обивкой из велюра. Он легко превращается в широкую двуспальную кровать. Его ортопедическая основа на независимом пружинном блоке. Вот очень интересный стол-трансформер. Сделан он в России. Подстолье металлическое. Столешница стеклянная. Она безопасная. Углы закруглены. Столешница раскладывается. Кроме того, можно регулировать и высоту стола. Стулья итальянские. Они складные. Их толщина в сложенном виде всего 8 сантиметров. Каркас металлический. Сиденье из массива бука цвета венге. Все выключатели и розетки немецкие. Они из стекла. Их цвет полярная белизна. Еще один незаметный шкаф в этом проекте. Мы спрятали его за шторой. Он сделан из высококачественного ЛДСП и МДФ. Укомплектован австрийской фурнитурой и окрашен специально под этот проект. Современная сплит-система имеет 4 режима работы. Обогрев, охлаждение, осушение и вентиляция. Для этого интерьера мы заново оформили две хозяйские картины. Акварель увеличили с помощью широкого паспорту с контрастным шафрановым кантом. Кроме того, заказали стекло и тонкий алюминиевый профиль. Металл и блики на стекле очень созвучны общему свежему настроению этого интерьера. А вот семейные фотографии мы оформили с помощью особого дерева. Оно с металлическими зажимами. Здесь могут быть не только фото, но и детские рисунки и даже записки. Дерево предназначено для 36 фотографий. В комнате мы также установили прибор нового поколения. Это очиститель воздуха, эффективный против пыли, пыльцы, неприятных запахов и спор плесени. Круглая свеча диаметром 20 см парафиновая. Фоторамки вдохновлены огранкой бриллиантов. Держатели для колец голографические. Еще один подсвечник на две чайные свечи. Ваза из воздушного стекла сделана вручную. Еще одна ваза для особо высоких цветов имеет съемную колбу для воды. Декоративные подушки мы решили сделать яркими, а не оттенков бирюзы и серебра. Еще один яркий акцент – кресло, обитое бирюзовым бархатом с терракотовым кантом. Ландшафтный архитектор Илья Васецкий предложил для этого проекта стабилизированный эвкалипт в ярко-красном кашпо. Стабилизированное растение – настоящее, но оно законсервировано, поэтому не вянет и не требует полива. И, наконец, еще один интересный предмет декора – настенные алюминиевые часы. Их создатели вдохновились табличками с номерами домов на английских улицах. Но главное – цифры и механизм фиксируются отдельно. Так что вы сами можете выбирать, какого размера будут ваши часы. Ремонт совершен. Галина Алексеевна, ваша комната готова. Заходите. Заходите, заходите. Ребята. Ой, кто там? Вся семья. Заходите все. Заходите. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Ой, как же это здорово, дорогие мои. Наташенька, господи. Все как надо. Так. А кресло, это кресло, смотри. Это то кресло, которое у меня ему сто лет. Кресло переобили очень красивым, бархатом. О, часы. Как хорошо все это. Обалдеть. Часы ходят. Замечательно, да. Показывают правильное время. А сама эта конструкция сделана по авторскому проекту Сергея Саргина, который вообще придумал весь этот интерьер. Молодой, талантливый архитектор. Начнем с того, что вся эта комната интересно управляется светом. Ой, рассказывайте. Рассказываю. Существуют самые разные варианты. Мечта моя. Я так люблю много света. Теперь у вас есть очень интересная конструкция за карнизом. Вот так вот все светится, если вы хотите более мягкого интимного света. Очень красиво. И вот у вас есть праздник. Просто праздник. Это вообще прелесть. Ой, какие полочки здесь. А зеркала-то? Это что, без всех зеркалей? А скажите спасибо, зеркала у нас есть очень хороший мастер зеркал, у которого мастерская. Его зовут Рустам Мухаммедов. И вот, собственно, Мухаммедов и сделал вот эти вот зеркальные такие вот вставки. И вот эту сложную стеклянную конструкцию, которой больше нет ни у кого. Это просто вам огромное спасибо. Я просто, господи, горжусь этим. Галочка, я от души желаю, чтобы ты получила огромное удовольствие от того, что с тобой сделает идеальный ремонт Первый канал. Слава, здесь есть такой рычажок, вот он. Когда ты его поднимаешь, поднимай стол. Давай мы с тобой будем поднимать его. Ой, как хорошо. Как хорошо. И по размеру замечательно. Очень удобно. Я-то не заметила здесь света много. Я еще не дошла до этого, господи. И мечтала, чтобы у меня в доме какой-то цветок большой был. Даже вот, вы знаете, где-то... Это дерево. А это как дерево. Ну, понятно, но это как вот. И для вас, для легких, будет очень хорошо. Так что буду дышать под этим деревом, смотреть телевизор. И, наконец-то, райская жизнь началась у Галины Алексеевны. Некуда-то спешить. Мне даже хочется любить. Дорогая дайочка, я тебя поздравляю, что ты можешь бегать со своими внуками по квартире, ни за что не задевать плечом или ногой, что у тебя прекрасный ремонт, который, как утверждали раньше при советской власти, можно начать, но нельзя закончить. Его можно только прекратить. А тут получилось, что вы закончили. И я с этим вас от души поздравляю. Помимо этого эвкалипта, у вас есть, конечно же, кондиционер, и он же очиститель воздуха. Ой, дорогие мои, ну все продумано. Конечно, пульт лежит на нем. И окна новые, да, и здесь это. Все здесь поменяли, все это, весь, все, балконные двери, все окна поменяли. Спасибо вам большое. С боков батареи, естественно, отопление. За этой шторой очень небольшой, но компактный шкаф для мелочей. Такого же сервиса. Слышите ли? Да, вот тут еще есть система трону. Там еще шкафчики для мелочей. Шторы – это наши греческие партнеры, с которыми очень часто работаем в программах. Вот у них очень красиво подобранная современная и такая неброская, но очень качественная ткань. Очень цвет вообще мой. И все подушки в текстиле – это тоже их. Цвет марена очень красивый. Он облагораживает и создает какой-то такой вот духовный настрой. У вас установлен теплый плинтус по периметру комнаты, который электрический, он обогревает. Вы можете его включить и выключить. Вот у него есть система управления этим теплым плинтусом. Под ним еще идет подсветка. Слав, смотри. Верри пульт, нажимай на зеленую. Оп, ты видишь, ты включил? А теперь пальцы, вот этот круг, поворачивая в разные стороны, ты будешь увеличивать интенсивность цвета. Да, 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 да. Конечно, вы зашли, просто сразу не обратили внимания, но здесь есть невероятная важная вещь. Это вот эти вот раздвигающиеся, издвигающиеся двери, которые сделали наши партнеры на фабрике в Великом Новгороде. Они очень хорошо делают двери. Классно. Глянцем. Как все сделано. И наши делают, да, наши, непривозное, да. Наше производство. А главное, двери тоже. Как приятно, что производство наше такое стало. Открывают. Ничем не отличается. Не то, что это даже, может быть, что-то и лучше. Ой, необычные. А мне вот эти кляксы очень нравятся. Настолько необычно. Ни у кого такого нету. Вот это новый декор. Пусть будет больше этих клякс, потому что все это настолько живое, все замечательно. Рисунок вот этот я нигде не видела. Всякие все это. А это вот эта диагональ, она как-то комнату и расширяет, как будто вот здесь шили, да. И, в общем, дает, дает, конечно, очень эффектный пол. Это место для фотографий. Теперь, как свеженькие фотографии будут, мы сюда. Или памятные, которые, вот, видишь, и Леня, и Никита здесь, мама там, все это. Вы, да. Да, и ты там фотографии все. Больше солнца, больше света и пространство увеличенное. Вы не представляете, насколько я благодарна. Я ни на секунду не сомневалась, что все получится. Конечно, я такого не представляла. То, что вот мы говорили все это. Да, диванчик у этой стены, здесь телевизор, чтобы был все. Ну, настолько все компактно. Я действительно хочу сказать, что это с такой любовью, с такой душой сделано. И видно, что настолько все продумано, настолько все интересно, настолько все сказочно, как-то необычно, как будто я попала, не знаю, в другую квартиру, в другое место. Огромное спасибо вам, руководству Первого канала. Спасибо вашей передаче, спонсорам за такую поддержку, за то, что вы вспомнили маму и сделали такой огромный подарок. Сейчас я расплачусь. Дорогая мамулечка, поздравляю тебя с идеальным ремонтом. Наслаждайся красотой и уютом в твоем доме. Я также хочу поблагодарить программу «Идеальный ремонт» и всех, кто принимал участие в этом проекте за такой удивительный подарок, который вы сделали моей маме, Галине Алексеевне Нинашеву. Спонсор нашей программы – крупный мебельный центр «Румер» дарит вам сертификат на 100 тысяч рублей. Дополните ваш новый интерьер любыми предметами мебели. «Румер» расположен прямо у метро «Автозаводская». Спасибо. Подарок из Германии – компактный 3D-пылесос нового поколения «Томас Экстэ» с системой «Аквабокс». Новый «Томас Экстэ» легко использовать и легко мыть. Спасибо. Нарядная гостиная для Галины Нинашевой готова. И мы отправляемся к новым героям. Кто они? Узнайте прямо сейчас. Какое предсказание так поразило Ирину Пеплевну? В твоей жизни начнутся такие перемены. Что она говорит о своих отношениях с Евгением Раевым? Они разрывают мои ноги в кровяной мозоли. В чем она призналась нашей программе? Происходит что-то важное в моей жизни. И что не понравилось ее маме в нашем ремонте? Единственный минус, думала бы, все-таки по-другому, вот эта стена. Мелочи жизни. Смотрите через неделю.